Сергей Козлов. Мы будем приходить и дышать. Вот уже несколько дней не было солнца. Лес стоял пустой, тихий. Даже вороны не летали. Вот такой был пустой лес. Ну все, готовься к зиме, сказал медвежонок. А где птицы, спросил ежик. Готовятся, утепляют гнезда. А белка где? Все. Дупло сухим мхом выкладывает. А заяц сидит в норе. Дышит. Хочет надышать на всю зиму. Вот глупый, улыбнулся ежик. Я ему сказал, перед зимой не надышишься. А он? Надышу, говорит. Буду дышать и дышать. Айда к нему, может, чем поможем. И они отправились к зайцу. Заячья нора была в третьей стороне от горы. С одной стороны дом ежика, с другой дом медвежонка, а с третьей нора зайца. Вот, сказал медвежонок, здесь. Эй, заяц, крикнул он. А, глухо донеслось из норы. Ты что там делаешь, спросил ежик. Дышу. Много надышал? Нет еще, половиночку. Хочешь, мы подышим сверху, спросил медвежонок. Не получится, донеслось из норы. У меня дверь. А ты сделай щелочку, сказал ежик. Приоткрой чуть-чуть, а мы будем дышать, сказал медвежонок. Бу-бу-бу, донеслось из норы. Что? Сейчас, сказал заяц. Ну, дышите. Ежик с медвежонком легли голова к голове и стали дышать. Ха-ха, дышал ежик. Ха-ха, дышал медвежонок. Ну как, крикнул ежик. Теплеет, сказал заяц. Дышите. А теперь, через минуту спросил медвежонок. Дышать нечем, сказал заяц. Выходи к нам, крикнул ежик. Дверь закрой и вылазь. Заяц хлопнул дверью и вылез наружу. Ну как? Как в бане, сказал заяц. Вот видишь, втроем-то лучше, сказал медвежонок. Мы теперь всю зиму будем к тебе приходить и дышать, сказал ежик. А будешь замерзать, приходи ко мне, сказал медвежонок. Или ко мне, сказал ежик. Спасибо, сказал заяц. Я обязательно приду. Только вы ко мне не ходите, ладно? Да почему? Следы, сказал заяц. Натопчете, и тогда меня кто-нибудь обязательно съест. Субтитры создавал DimaTorzok